В Соединенных Штатах женщины-офицеры полиции подали иск против старших офицеров из первого участка констеблей округа Харрис, штат Техас, обвинив их в неоднократном изнасиловании. Старшие офицеры специально отобрали молодых женщин без опыта для участия в холостяцких вечеринках, где они приставали к своим коллегам перед руководителями. После того, как женщины сообщили о домогательствах и попросили о переводе, их понизили в должности. Констебль округа Харрис, Аллен Розен, отвергая обвинение женщины, сказал, что внутреннее расследование, которое он начал несколько месяцев назад, показало, что на тайных вечеринках, которые были предназначены для поимки жертв торговли людьми, не было нарушено никаких законов. Цитата «Я категорически против сексуальных посягательств и сексуальных домогательств и никогда не позволю создать враждебную рабочую среду», сообщил Розен. Администрация школы в штате Флорида решила отредактировать фотографии 80 школьниц для выпускного альбома, чтобы сделать их менее откровенными. На снимках были заретушированы плечи школьницы, слишком открытое декольте. Представители школы Bertram Trail сообщили журналистам, что снимки не соответствовали дресс-коду, согласно которому блузки школьниц должны быть скромными. На сайте школы Bertram Trail сообщается, что фотографии для выпускного альбома могут редактироваться, чтобы обеспечить соответствие дресс-коду. Однако школьницы утверждают, что фотографии отредактировали, не спросив разрешения у тех, кто на них изображен. Кроме того, ученицы обвиняют администрацию в сексизме. Они отмечают, что фотографии школьников мужского пола администрация оставила без изменений, хотя они тоже нарушали дресс-код. Это явно двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация, сказала 15-летняя школьница Райли Окиф. Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов. Это, конечно, очень печально и огорчительно. Конец цитаты. Власти школьного округа заявили, что ранее школа просто отказывалась размещать фотографии, не соответствующие дресс-коду. В этом году снимки поменяли, чтобы все студенты могли увидеть себя в выпускном альбоме. Впрочем, после волны критики в адрес школы ее администрация согласилась вернуть деньги – 100 долларов – родителям, которые недовольны внесенными в одежду школьниц изменениями. В школьном дресс-коде сказано, что женские блузки и рубашки должны полностью закрывать плечи, а также быть скромными, не слишком открытыми или отвлекающими. Запрещается также избыточная косметика, а все школьники не должны иметь экстравагантные прически. По данным школьного округа, когда школа вправе самостоятельно решать, насколько жестко необходимо следить за соблюдением дресс-кода, каждая школа это может решить. В этом году в школе Bertram Trail разразился еще один скандал из-за дресс-кода. За один день сразу 31 школьнику вынесли предупреждение за нарушение правил в отношении одежды. При этом несколько школьниц пожаловались, что их заставили при всех расстегивать свитера и пиджаки, чтобы показать, что под ними есть футболки или нижнее белье. После этого Райли Акиф создала онлайн-петицию с просьбой поменять дресс-код, который, по ее словам, явно основан на сексуализации девушек. Когда об истории с закрашенными фотографиями школьниц начали рассказывать американские федеральные СМИ, под петицией стало появляться все больше подписей. Сейчас ее поддержали уже больше 5000 человек. В последние годы дресс-код в американских школах подвергается критике. Многие говорят, что его применение приводит к тому, что школьницы начинают стыдиться своего тела. В 2018 году Вашингтонская общественная организация «Женский центр права» заключила, что темнокожие школьницы и те, кто обладает более крупной комплекцией, страдают от такого подхода к телу больше других. Стефани Фабер, мать Райли Акиф, сказала, что история с фотографиями привлекла внимание к вопросу, который на самом деле не был проблемой. Посмотрев на выпускной альбом этого года, цитирую, любой человек подумал бы только одно, какие красивые девятиклассники, говорит она. Но из-за такой редактуры фотографий над некоторыми школьницами начали массово издеваться. Они очень переживают, потому что их снимки настолько плохо отфотошопили, что из них теперь начали делать мемы и пересылать их друг другу по снэпчату. Это ужасно. Конец цитаты. Фабер говорит, что некоторые родители потребовали от школы принести извинения, поменять дресс-код и заново напечатать выпускной альбом со снимками их детей уже без редактуры. Впрочем, против правил выступают не все родители. Мама еще одной ученицы, Бертрам Трейл, Рейчел Дакин, рассказала телекомпании WAJX News, что поддерживает редактирование фотографий. Цитирую, если родители не могут объяснить своим дочерям, что они должны одеваться в школу скромно, то это приходится делать в самой школе, считает она. В городке Западный Джефферсон в штате Огайо погибли 4 человека в результате стрельбы. Начальник полиции Западного Джефферсона Кристофер Флойд рассказал журналистам, что три жертвы были обнаружены в квартире, тогда как один человек оказался снаружи. Полиция идентифицировала погибших спустя день. Флойд уточнил, что в настоящий момент есть версия, согласно которой убийства могли произойти днем понедельник. Цитирую, на данный момент мы не знаем, было ли это неудачным ограблением или чем-то еще, рассказал он Columbus Dispatch. Флойд также отметил, что в Западном Джефферсоне ничего подобного не происходит. По его словам, последнее убийство в деревне произошло в 2012 году. Начальник полиции подчеркнул, что расследование дела продолжается. И по меньшей мере один человек погиб в результате крушения пожарного вертолета недалеко от аэропорта города Лисберг в штате Флорида. Как рассказал представитель Федерального управления гражданской авиации FAA, инцидент произошел днем во вторник во время учений. На борту вертолета Сикорский UH-60 находились 4 человека. Согласно данным пожарной службы Лисберга, выживших в крушении, вероятно, нет. Ведутся поиски остальных трех человек. ФАА и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют крушение. 25 мая, сообщает также СМИ, на северо-востоке города Лас-Вегас разбился военный самолет. Борт принадлежал базе ВВС в Нелесе, штат Невада. Данных о пострадавших не поступало. Фермерский город Каркаран в Калифорнийской долине Сан-Хаакин стал уходить под землю. Со стороны изменения не очень видны, но их можно хорошо отследить по спутниковым снимкам НАСА. Об этом сообщает издание New York Times. За последние 14 лет город в некоторых местах опустился на 11,5 футов. Это около 3,5 метров. По мнению специалистов, причиной стало выдувание земли, которое происходит, когда большое количество воды уходит из подземного грунта, в результате чего нижележащие отложения оседают. Каждый год все 7 470 квадратных милей, это примерно 800 гектаров, Каркарана с его 21 960 жителями оседают совсем немного, поскольку почва опускается от нескольких сантиметров до почти полметра. Ни дома, ни здания, ни дороги при этом не рушатся. Просадка не столь драматична, но ее влияние на топографию города значительно, отмечают эксперты. Агентство по управлению водными ресурсами полагает, что город опустится еще на от 2 до 3,5 метров в течение следующих 19 лет. В настоящее время разрушены оболочки колодцев с питьевой водой, а городскую дамбу пришлось перестроить за 10 миллионов долларов. По данным геологической службы США, в Каркаране и других частях долины Сан-Хаакин земля постепенно, но неуклонно сокращалась в основном из-за того, что сельскохозяйственные компании на протяжении десятилетий качали подземные воды для орошения своих посевов. И кратковременное извержение вулкана Большой Сыткин зафиксировано в штате Аляска. Об этом сообщила геологическая служба США. По ее данным, извержение началось в 9 часов вечера вторника по местному времени. В результате произошел выброс столба пепла на высоту более 4,5 метров. 4 тысяч с половиной метров, то есть 4,5 километра. Затем сейсмоактивность вулкана снизилась, облако пепла движется на восток. Введен красный код опасности полетов. На данный момент вулкан находится под постоянным мониторингом обсерватории вулкана Фаляски, поскольку возможна новая активность. Вулкан Большой Сыткин – действующий стратовулкан, находящийся в северной части одноименного острова. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 1974 году. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова